Добрый день, дорогие друзья! С вами Лена Тарарина. Рада приветствовать вас на своем YouTube-канале. Буду рада, если вы подпишетесь на него, поставите лайк и будете дальше вместе со мной исследовать разные интересные темы, с которыми я соприкасаюсь в своей жизни, с которыми соприкасается большое количество людей. И на этом канале те, у кого есть вопросы, у кого есть желание не соглашаться с тем, что, ну, вот в моей жизни все так плохо, значит, так и будет. Так вот, если вы готовы не соглашаться, тогда давайте слушать это в видео, в нем я расскажу о том, что такое любовь и зависимость, и как эти вещи отличаются друг от друга. На самом деле, когда мы испытываем ощущение любви, большая часть людей думает о том, что любовь – это когда я получаю. И в этом есть очень большая угроза, очень большой риск, потому что настоящая любовь – это когда я способен создавать такое пространство, где другой человек раскрывается. Я испытываю ощущение счастья именно от момента раскрытия и реализации другого человека. И мне от этого человека в этот момент ничего не нужно. Мне не нужно, чтобы он сделал то же самое в мою сторону. Мне не нужно, чтобы он пришел с поклонами и говорил спасибо за то, что ты и так помогаешь мне в жизни. Мне просто важно, что другой человек лучится счастьем. Я сейчас говорю о очень высоком уровне любви. К этому уровню нужно прийти. Обычно все начинается по-другому. Первый уровень любви – это бартер. Ты мне, я тебе. Второй уровень любви – это окей, я могу давать тебе немного больше, но ты, пожалуйста, все равно вот это вот мне тоже давай. Если же вы находитесь на совсем нулевом уровне любви, то вам просто будет хотеться, чтобы ваш партнер делал все для вас, служил для вас, а вы при этом наслаждались. И вот как будто бы это все подразумевает, что так и должно быть. Это уже начало привязанности, созависимости. Как понять, что что-то не так с любовью в отношениях? Когда человек говорит тебе, ты единственный, который, я без тебя не могу, только ты способен в моей жизни, я не хочу ничего без тебя. Здесь происходит такая очень сильная духовная подмена понятий, когда мы ставим человека на место Бога. Если это происходит, то там это все очень быстро видит. И в нашу жизнь начинают приходить проблемы. Как написано в мудрых книгах, все, что будет поставлено на первое место, место, которое должно быть отдано Богу, будет у нас отнято. Иногда очень жестко, потому что это место никто не должен занимать. И тогда возникает вопрос, как же построить отношения, где я со своей стороны получаю именно то, что я хочу, но и мой партнер получает то, что он хочет. И вы знаете, мне очень помнится история из школьной программы, которую мы изучали, когда у молодого человека были часы, а у девушки часы от отца, которые ему достались. Помнит история о Генри, а у нее были длинные волосы, прекрасный гребешок, и на день влюбленных она продала свой гребешок, чтобы купить ему цепочку для часов, а он продал свои часы, чтобы ей купить какую-то шкатулку для гребешка. И это про то, что я готов отдать все ради того, чтобы ты был счастлив. И это не ранит меня, и это не дает мне ощущение, что я жертва. Тогда возникает вопрос, а как жить так, чтобы не ощущать себя жертвой? Ответ очень простой. Становитесь на первый уровень счастья. Он называется так, у меня всего достаточно для счастья. То, что у меня есть сейчас, то, что меня окружает, это абсолютно и тотально все для того, чтобы прямо сейчас я была счастлива. И как только в сознании человека возникает мысль, о, по-моему, мне чего-то, вот это вот, если у меня будет, вот тогда я буду точно счастлива. Это говорит о том, что вы стали одной ногой, один шаг сделали в сторону несчастья. Я вам желаю красивой любви. Об этом мы говорим много на курсе «Интеллект и отношения». Присоединяйтесь, давайте исследовать это вместе. Все должно быть красиво. Красоты вам. Присоединяйтесь. Присоединяйтесь. Да. Потому что ты понимаешь? Присоединяйтесь. Присоединяйтесь. temperature не comprомкается, Эта.